Здравствуйте! В прямом эфире программа «Будьте здоровы!» В студии работает Ольга Преснухина, и мы начинаем. Праздник с многолетней историей. Международный день медицинских сестер отметили во всех странах мира накануне 12 мая. Его цель – обозначить вклад медицинских сестер в важное дело лечения людей, а также ухода за ними во время болезни до выздоровления. Международный день медицинских сестер. Этой теме посвящена наша программа. И сегодня в студии президент Ярославской региональной общественной организации Ассоциация средних медицинских работников «Голуби» Галина Мизинина. Галина Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы с вами начнем беседу, я предлагаю посмотреть сюжет о медицинской сестре Тамаре Мишиной, которую сняли мои коллеги. Женщина уже много лет работает в профессии. Пожалуйста, давайте посмотрим внимание на экран. Медицинская сестра – ключевое слово «сестра». Так мы называем близкого человека, который всегда готов прийти на помощь. Она мечтала стать преподавателем или продавцом, но все сложилось иначе. Процедурная медицинская сестра Тамара Мишина 50 лет и своих 70 посвятила работе в офтальмологии. Просто моя подруга после 8 класса пошла работать санитарочкой в роддом. И она пришла и сказала, девочки, пойдите поступать в медицинское училище. И мы вот втроем, у нас три подружки, мы пошли поступать. Я одна поступила, они не поступили. Вот так вот, чисто случайно. Не жалею? Нет, не жалею. В 1969 году 20-летняя выпускница медучилища по направлению пришла работать в областную больницу. Спустя 7 лет Тамара Мишина стала старшей медицинской сестрой. Руководителем была строгим, но справедливым. Отвечала за всех, как вчерашних студентов медучилищ, так и медицинских сестер, спасавших жизни в Великую Отечественную войну. С Тамарой Юрьевной нас судьба свела в начале далеких 80-х годов. Когда я, будучи студентом 4-го курса, пришел на работу в глазное отделение областной клинической больницы. В этом отделении Тамара Юрьевна возглавляла сестринский персонал. Задания Тамары Юрьевны выполнялись беспрекословно. Она была в то же время и добрый, душевный человек. Она могла понять все прелести и тягости жизни каждого. Она могла найти подход и общий язык с любым человеком. Обработать инструменты, настроить приборы, проверить зрение у пациентов. Такая специфика работы медицинской сестры отделения офтальмологии. Принимают по 6 человек в день. Впрочем, нередко план приходится перевыполнять. С Тамарой Юрьевной мы работали в старой областной больнице 1972 года. Практически всю сознательную жизнь. И радости, и горести все делили пополам. Это самый такой душевный, отзывчивый, хороший товарищ. За годы работы медицинская сестра Тамара Мишина заслужила всеобщее признание благодаря трудолюбию, а главное – желанию помочь каждому. Галина Александровна, понятное дело, что у каждого свои причины прихода в профессию. Мне кажется, этих людей объединяет одно желание – помочь людям. Но какими качествами обладают медицинские сестры? Какими качествами характера? Профессиональные виноваты. Да, здесь можно сказать, конечно, про Тамару Юрьевну. Она обладает всеми этими качествами. То есть это тот самый образец медицинской сестры, который есть у нас, и, надеюсь, оно будет. То есть это душевность, это милосердие, это трепетное отношение к пациентам как к родному человеку. Это профессионализм даже. Это умение человека выслушать. Потому что многие пациенты приходят именно за тем, чтобы выложить и высказаться о своей боли, о своих проблемах. То есть и кто, как не медсестра, которая всегда практически находится рядом, их это выслушает. Поэтому всеми этими качествами должна обладать медицинская сестра. Галина Александровна, Вы президент Ассоциации средних медицинских работников «Голуби». Ведь средние медицинские работники – это не только медсестры. Расскажите немного о своей деятельности. Конечно. Наша организация была создана в 93-м году группой инициативных главных медицинских сестер больниц Ярославской области. Была создана организация с целью совершенствования сестринского отдела, развития сестринского отдела, для объединения активных людей с целью развития самого сестринского процесса. Так. И люди каких профессий? Это медсестры? Кто еще у вас? Ну, поскольку у нас Ассоциация средних медицинских работников, у нас не только медицинские сестры. У нас фельдшеры, у нас лаборанты, у нас зубные врачи, у нас очень много акушерочек. Но основная масса, конечно, медицинские сестры. И вот я знаю, что работа медицинской сестры, да, это в первую очередь профессионализм, и люди после окончания медицинского учреждения проходят аккредитацию. Что это за процедура, для чего она нужна, и каков процент у нас в Ярославской области прохождения этой аккредитации? Ну, вот процедура аккредитации выпускников медицинского колледжа нашего Ярославского была, вот, так, конечно, в прошлом году, в 2018-м. Это сама процедура определения готовности выпускника к осуществлению медицинской деятельности по определенной специальности. У нас есть аккредитационные подкомиссии, которые в аккредитационной комиссии, которые состоят из практиков специалистов, которые в данный момент работают по этим специальностям в наших больницах. И они принимают экзамены в два этапа у наших выпускников. Радует, конечно, что все наши выпускники, кто пожелал пройти аккредитацию в том году, они все прошли. То есть у нас три специальности проходили. То есть сестринское дело, лечебное дело и акушерочки. Они проходили, вот у нас 191 человек проходил аккредитацию, то есть все они у нас прошли. Вот, радует качество образования наших выпускников. Так, хорошо, эти молодые люди проходят аккредитацию далее. Проводятся ли для них какие-то, для выпускников, какие-то ознакомительные мероприятия? Конечно. В медицинском колледже проходил совершенно недавно ярмарка вакансий, куда приезжали специалисты из больниц и рассказывали об этих лечебных учреждениях, то есть зазывая специалистов-выпускников. А также сейчас Департамент здравоохранения формации Ярославской области с 13 по 24 мая проводит акцию «Я доктор», где выпускники нашего Ярославского медицинского университета и Ярославского медицинского колледжа имеют возможность посещать лечебные учреждения области, знакомиться с работой отделений. Чаще это касается первичного звена, это поликлиник. И у них есть возможность выбрать себе будущее место работы. И еще вот такой вопрос. У нас сейчас в больницах проходит масштабное обновление. Это как ремонты, это появление нового оборудования, но и меняется сама система работы. В частности, хочу сказать о таком процессе, как бережливая поликлиника. Расскажите в рамках этого процесса, какая роль отводится медсестрам? Здесь у нас идет оптимизация всего здравоохранения наших лечебных учреждений. Медицинским сестрам отводится очень большая роль. И сейчас они оптимизируются. Но все знают, что у нас нехватка средних медработников по лечебным учреждениям. И за счет бережливой поликлиники у нас мобилизуются не только материальные ресурсы, но и физические. То есть медицинские сестры переводятся от узких специалистов ближе к пациентам. То есть в те отделения, кабинеты, где они более необходимы. То есть медсестры сейчас переводятся ближе к пациентам. Ясно. Расскажите о каких-то необычных случаях из практики работы медицинских сестер. Необычные случаи? Ну, наверное, необычные случаи они будут больше для тех, кто не работает в здравоохранении. Потому что для медицинских сестер любая нестандартная ситуация, она все равно проходит в рамках того лечебного процесса, который им знаком. Поэтому для них это окажется обычной рядовой ситуацией. Ну, помочь человеку выполнить основную задачу. Да, что могу сказать, то есть вот одна знакомая медсестра, отдыхая в Турции совершенно недавно, в мае месяце, в майские праздники, на пляже, оказала помощь упавшему пожилому человеку. То есть до приезда парамедиков она помогала. То есть, ну, вот такое, что можно вот вспомнить. А на территории нашей страны что происходит? На территории нашей страны. Ну, можно сказать, наверное, еще о том, что знаю случай, когда криминальная, конечно, была история. Это в Брагино, на одном из перекрестков, молодой человек получил ножевое ранение, и его на маршрутке доставили в детскую больницу. То есть там есть сестра босиком, потому что с ног сваливались тапки, выскочила по снегу, то есть оказывали помощь. Это вот, наверное, это то, что знаю я, это то, что... А так я говорю, что просто для рядовых сестер это больше рядовые случаи, которые не считают они чем-то таким сверхъестественным. Ясно. А сколько у нас в Ярославской области человек работает в этой профессии? Ну, средних медработников сейчас по области, вот по итогам 2018 года, очень близко к 10 тысячам. Так, хорошо. У нас есть рубрика, она называется «Вопрос эксперту», и все наши зрители смогут задать свои вопросы вам по нашей электронной почте в рубрике «Вопрос эксперту». Пожалуйста, внимание на экран. Продолжение следует... Нужно ли детям удалять зубы мудрости? Зубы мудрости необходимо удалять, потому что они чаще всего растут неправильно, создают перегрузку, приживание, что в дальнейшем ведет к неправильному распределению нагрузки на височно-нижнечелюстной сустав. Зубы мудрости чаще всего располагаются под какими-то углами, что в дальнейшем ведет к неправильному прикусу, неправильному распределению зубов и необходимости исправления прикуса брекетами. Поэтому на данном этапе мы стараемся удалять зубы мудрости детям в юном возрасте, чтобы они не успели сдвинуть зубы, и детки в будущем не нуждались в брекетах и не нуждались в исправлении прикуса. Расскажите об обмене опытом наши ярославские медсестры. Может быть, обмениваются опытом с медсестрами из других регионов, из других стран? У нас проводятся конференции по разным специальностям. Сейчас буквально будет саммит международный проводиться в 15 городах России. Основное мероприятие будет в Питере 22 мая. Также оно будет транслироваться в Москве, в Казани и в других городах России. Там съезжаются со всей России медицинские сестры, сестры-организаторы, и решаются вопросы совместно. Здесь как раз можно говорить об обмене опытом. Медицинские сестры, у которых есть какие-то наработки, исследования, они это все говорят. И другие специалисты имеют возможность перенимать это и привозить к себе в область. Поэтому у нас еще в нашей ассоциации есть несколько профессиональных групп таких по специальностям. То есть у нас есть группа по эндоскопии профильная. Возглавляет ее Коровина Евгения. Она работает в областной онкологической больнице старшей медицинской сестрой и заведует у нас всеми знаниями, наверное, которые привозятся с международных форумов. Также есть секция у нас по педиатрии Шейдакова Алектина Александровна, которая сейчас работает в центральной городской больнице. То есть проводили мы форумы для медицинских детских сестер. Тоже очень много нам выступают специалисты на этих мероприятиях. Очень интересные темы разрабатываются, проводятся. Но у людей есть возможность таким образом самообразовываться. Потому что самое главное, наверное, у медсестер, это не то, что они правая рука врача, врача, или можно еще сказать, что помощник врача. Но она, скорее, не помощник врача, а помощник пациента. Была такая фраза, кем-то сказано, что это глаза, руки и ноги пациента. То есть вот, наверное, это более правильное будет. Потому что все-таки медсестры, они приближены к пациенту. И профессионализм – это главное качество медицинской сестры. Вот вы сказали о теоретической части обмена опыта. Может быть, происходит какая-то практическая часть обмена опыта. Например, приезжают в какой-то поликлинику медсестры, наши, например, в Московскую, посмотреть, как работают с новым оборудованием или по каким-то новым методикам. Бывают ли какие-то такие поездки и встречи? Бывают, но это не многочисленные наши поездки. То есть скорее мы, как ассоциация, берем на себя приглашение специалистов из других областей, к нам приезжают. К нам приезжали из Москвы, к нам приезжали из Петербурга. По СанПинам тоже к нам приезжали, то есть из института. Очень много тем дается. Но для тех, кто хочет прийти в профессию и стать медсестрой, есть ли возможность получить образование бесплатное? Где у нас сегодня учат? Конечно, у нас в Ярославле есть Ярославский медицинский колледж. Бесплатно, бюджетная форма обучения там принимают по специальностям лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, а также вот стоматология у нас есть. На бюджетной основе, пожалуйста, все это есть. Сейчас еще Рыбинский филиал, который сейчас... Вот раньше был отдельным учебным заведением Рыбинска, сейчас он просто филиал нашего Ярославского медицинского колледжа. То есть, пожалуйста, мы приглашаем выпускников школ для обучения, для прихода в нашу профессию. И где потом смогут работать выпускники? В каких госучреждениях? В любых. Ну и, пользуясь случаем, предлагаю вам поздравить ваших коллег с праздником День медицинской сестры. В этот день мне бы хотелось поздравить всех и медицинских сестер, и фельдшеров, и акушерок, и лаборантов, всех работников со средним медицинским образованием с профессиональным праздником, с Днем медицинской сестры. Пожелать, в первую очередь, здоровья, удовлетворения от работы, везения, наверное, счастья, счастья личного, счастья профессионального, побольше улыбок, благодарных пациентов, и здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо большое за то, что пришли в нашу студию, рассказали о вашей нелегкой, очень важной и такой необходимой работе. Я напомню, что сегодня мы говорили о празднике с многолетней историей. Это Международный день медицинских сестер. Его отметили во всех странах мира накануне, 12 мая. Его цель – обозначить вклад медсестер в важное дело лечения людей, а также ухода за ними во время болезни до выздоровления. Международный день медицинских сестер. Этой теме была посвящена наша программа. Гостем нашей студии была президент Ярославской региональной общественной организации Ассоциация средних медицинских работников «Голуби» Галина Мизенина. Вы смотрели программу «Будьте здоровы». Мы работали в прямом эфире. Не болейте и оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова